Ну, теперь точно обратной дороги нет. Всем здорова! Мне просто стало интересно, как эта штука разглаживает складки на одежде. Действительно ли это правда? И сегодня на обзоре вертикальный отпариватель. Стиммер модель ST-06-01F. Поехали! Вот ничего подобного в пользовании никогда не было. Реально любопытно, есть ли от такой штуковины какой-то толк. Цена вроде бы демократичная. И на коробке обещаны 12 месяцев гарантии. И еще можно понять, что на одной заправке водой может отпаривать около 10 минут. Не отжаривать, а отпаривать. В коробке можно найти цветную брошюру. Не знаю, инструкции не назовешь. Симпатичная сам отпариватель. И сам отпариватель. Качество с виду неплохое, обычное. Не сверхъестественное, неплохое. Такое нормал. Написано, что здесь трогать нельзя. Видимо тут очень горячо. Зачем-то вот такая вот насадка-щетка. Довольно жесткая. Контейнер для воды. 150 миллилитров. На мини-чайник, да, похоже? Вилка европейская. Наша. Я так понимаю, этой пароваркой желательно гладить какие-то нежные вещи. Ткани. Ну, например, шелковую рубаху. Там блузку. Тюль. Шторы. Возможно, скатерть. Слушайте, а ведь если тут эвкалипт заварить, то можно и ингаляции в принципе делать. Это видео точно окажется коротким. Нужно только найти какую-нибудь одежду с внешним видом, как из жопы. Теперь нужно повесить это на плечики, или кто как называет, на вешалку. Залить в емкость 150 миллилитров воды. И в такие приборы лучше заливать как раз-таки фильтрованную воду, чтобы в будущем избежать накопи там вот внутри. Тут два режима интенсивности пара. Врубим, естественно, максимальный и... и вперед. Итак, первое включение. Загорелся индикатор, который мигает на камеру. Ждем. На пятачка похожа, да, чем-то? Там же что-то происходит. Как чайник начинает шуметь потихонечку, закипает. Чайку с такой штукой точно можно попить. Прошло сколько? Минуты две, наверное, три. Закипел. Кипит. Это точно чайник. Пара нет. Где пар? А, есть. Ну-ка. Эта ткань понежнее, чем первая. Пробуем. Пробуем. Ну и совсем тоненькая. На белом плохо видно. А этот китайский фартук из какого-то плотного материала. И он не так хорошо гладится уже этой штукой. Короче, для шелка, для тюли этот аппарат 100% подходит. Сейчас я проверю, что произойдет, если закончится вода. Выключится ли он сам. Он реально только на камеру так бегает. Нет, защиты, видимо, нет. Надо за этой штукой следить, короче, за уровнем. Ну, может и есть, но, короче, экспериментировать дальше уже не хочу. Штуковина полезная. Не хочу, чтобы она у меня сгорела. Ну и что в итоге? Штука эта точно работает и свою функцию своеобразного утюга выполняет. Толк определенно есть. Можно безопасно выровнять любимую тряпку. В качестве ингалятора попозже проверю. Ссылка на этот отпариватель и на зайца, который похож вот на этого, я оставлю под этим видео. Кто пропустил момент и не нажал колокольчик рядом с кнопкой подписаться, обязательно нажмите прямо сейчас, чтобы в будущем получать уведомления о новых видео. Ну, у меня на этом все, друзья. Всем добра, увидимся и пока-пока. Ах ты б***ь такая, а!